Привет! В этом видео вам будет поведана история разработки и теория появления очень неоднозначной миссии Готики 1, которая оставила после себя больше вопросов, чем ответов, о таинственном и загадочном квесте под названием Хромани. Многие из вас наверняка натыкались на него во время повторного прохождения игры, а некоторые даже умудрялись его обнаруживать еще при первом. Сегодня я вам постараюсь рассказать некоторую интересную информацию касательно его появления в игре и того, откуда он вообще вдруг взялся. Хроманин. История разработки и теория появления. Квест Хроманин, доступный к прохождению еще с самой первой главы игры, был разработан Бьерном Панкратцем при содействии Марио Резки уже после выхода первого издания Готики, числящегося за версией 1.06. Причины добавления этого выдранного из контекста основного сюжета игры задания до сих пор доподлинно не ясны. Однако есть теория, что за счет него еще молодой и неопытный на тот момент Бьерн просто захотел больше самоутвердиться, поскольку большую часть времени разработки первой части игры он являлся всего лишь ее тестером и значительного вклада в ее развитие до выхода версии 1.08H не оказывал. Поэтому, приложив к Готике свою руку в уже обозначенной патченной версии, он таким образом сумел бы оставить хоть какой-то след в ее истории разработки. Чем он, кстати, успешно и воспользовался. Хорошо с автором и его мотивацией мы разобрались. Теперь возникает другой вопрос. Был ли этот квест разработан на основании каких-либо сценарных материалов или же он был составлен полностью с нуля? Что ж тут тоже не все так однозначно. Как оказалось предпосылки, появлению подобного рода квеста имелись еще даже до релиза игры. Однако они все же не смогли воплотиться во что-то большее вследствие серьезной нехватки времени на разработку основной сюжетной части. Максимум, что было сделано, это расставлены некоторые фри-поинты в зен-файле колонии. Их можно обнаружить еще в версии 1.06L. Какая-то часть информации с разъяснениями по этому вопросу, где прямо говорилось, что квест Хромонин был спроектирован на придатках нереализованных из-за нехватки времени заданий. Даже промелькивало на страницах одного из немецких журналов. Однако какого именно выяснить так до сих пор и не удалось, несмотря на то, что было несколько немецких фанатов, утверждающих, что они читали и имели в наличии такой материал. Подобное стечение обстоятельств, начавшееся еще за полгода до релиза игры, вылившееся в нехватку времени не только на разработку второстепенных игровых заданий, но и основного сюжета, было не случайно. Как некоторые из вас уже могут знать, такие сценаристы, как Майк Хоги, Стефан Ньюль, Матиос Филлер и несколько других людей, из дополнительного сюжетного персонала, в последние 4 месяца перед сдачей Gold, мастер-версии производства. Из-за в очередной раз перенесенной даты выхода игры, приведшей к выдвинутому издателям ультиматуму, были перегружены работой, оставаясь на своем рабочем месте с утра до ночи. У них просто не было ни времени, нежелание брать на себя подобную ношу с разработкой такого незначительного для основного сюжета сайт-квеста. Именно по этой причине Бьерну Панкратсу и Марио Рёски все же позволили за него взяться после релиза, в то время как сами сценаристы взяли небольшую паузу и отправились в отпуск. Бьерн Панкратс, имевший доступ к проектным дизайн-документам, и в частности, к главному из них, Хопт Миссионен Аля, который, к счастью, был опубликован командой Феникс Тейлз 15 апреля этого года, быстро смекнул, какие его части были мало раскрыты или вообще не нашли своего применения в самой игре, и таким образом закрепил эту информацию как базис для будущего квеста. Его взор пал на неиспользованные заметки Майка от сентября 2000 года, которые сам Майк написал для миссий на вступление в гильдию магов огня и воды, планировавшихся еще в первой главе старого сюжета. Никаких официальных подтверждений от самого Бьерна насчет того, что он использовал эту информацию как копипаст-шаблон, конечно же не было, и вряд ли когда-либо будут. Однако у нас есть серьезные основания полагать, что это и в самом деле было так, поскольку в заметках Майка фигурирует и башня туманов и башня-руин старой крепости, расположенная наверху горы и даже разрушенный корабль на пляже. Все эти места в квесте Хромонин будут использованы для книг. Очевидно, что столько много случайных совпадений быть просто не может. В данном случае уже приходится говорить о факте использования идей Майка как основного фундамента при разработке квеста Хромонин, для которого к тому же был задействован тот самый фрипойнт в подземельях под башней туманов. Понятно, что определившись с исходником, Бьерн и Марио решили немного переделать саму структуру квеста, отсоединив ее от сюжетной линии магов, сделав полностью независимой от основного сюжета. Теперь триггером для активации квеста выступали не Користа и Сатурас, а маг-нежить расположенный под башней туманов. Несмотря на это, три из пяти локаций с расположением книг необходимых для прохождения задания все также копировали места, обозначенные в дизайн-документе. Одно из таких мест, выбранное для активации и завершения квеста «Подземелье под башней туманов» было взято не случайно, ведь там уже в версии 1.06L присутствовала нежить. Поэтому решение каким-либо образом объяснить ее тамошнее наличие было даже больше не желанием, а необходимостью, дабы у игроков возникало меньше вопросов по этому поводу. Именно поэтому первую книгу пришлось поместить в инвентарь скелета мага. Это было сделано для того, чтобы в ненавязчивой форме обеспечить связь между болтающейся без дела нежитью и самим квестом. Сам же текст представлены в книгах, начиная как раз с самой первой книги из инвентаря скелета мага, тоже как и по задумке майка прописанной в диздоке, все еще содержал подсказки к поиску следующих из них. Сдача переделанного Бьерном квеста после всех этих изменений, разумеется, также была подвергнута некоторым правкам, но все же не была толком доделана и обрывалась на моменте снятия последней книги с умершего незнакомца, который являлся их автором и по удивительным совпадению обстоятельств был внешне похож на Гориста. После прочтения последней книги появлялись скелеты, а сам квест, не дав игроку полного понимания всего происходящего, просто заносился в раздел выполненных, так по сути и не обзаведясь более-менее вразумительным и достойным финалом. Так что никакого дальнейшего продолжения данный квест по задумке Бьерна и Марио, вопреки некоторым фанатским представлениям, даже и не предполагал. Однако это не повод расстраиваться и сожалеть об утрате. И уж тем более запрещать фанатам продвигать свои собственные версии развития событий квеста. Теперь, по крайней мере, они могут вздохнуть полной грудью, с мыслью о том, что их теории не будут вступать в конфронтации с предполагаемыми замыслами пираний. Ведь отсутствие этих замыслов, как-либо связанных с объяснением и дальнейшим продолжением данного квеста, только еще больше развязывает фанатам руки в этом деле. На этом и закончим. Всем спасибо за внимание.